Я рад приветствовать вас на телеканале «Импак», спасибо, что вы с нами. Это программа «Влияние» и у нас особый эфир. Вы, встречаясь с нами на протяжении прошлой недели и этой недели, вы видите, что у нас торжественные эфиры. У нас эфиры, посвященные этим великим событиям. Мы говорим о Рождестве Иисуса Христа, мы говорим о встрече грядущего, 2018-го. А снова и снова я не отойду от своей доброй традиции на протяжении уходящей. Это уходящего года. Снова поздравляю вас искренно и сердечно, искренно. Бог да благослови вас обильно, пусть не убывает вашего, дорогие мои. Пусть прибавляется, умножается, увеличивается. Мира Божьей благодати и в уходящем, а в наступающем, и уже, уже, уже на пороге, в котором мы стоим, в двойной мере, двойной. Бог да благословит ваши семьи. Все, что вы делаете, все, кем вы есть, да будет оно благословенно. Во имя Иисуса. Я не один сегодня. Пастор Сергей Головей. Приветствую, пастор Юрий. Очень приятно. Присоединяюсь к добрым словам, к добрым поздравлениям. Я не знаю, может быть, я единственный, но куда этот 2017-й не ушел? Убежал. Улетел, наверное, можно сказать, да? И вот, стоя на пороге, как пастор Юрий сказал, 2018-го, хотелось бы поздравить каждого из вас словами мира, который превышает всякое разумение божественного здоровья, крепости, веры, возрастающей веры, умножающей любви в ваших сердцах, в ваших домах, церквях, служениях. И пусть предстоящий год, быстро, стремительно приближающийся 2018-й, будет наполнен благословением, которое обогащает и печали с собой не принадлежит. Ну и, конечно же, со светлым Рождеством, светлым праздником, светлого Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Потрясающе. Спасибо за возможность быть здесь. Я очень почтен приглашением. И всегда приятно встретиться с телезрителями, поговорить о слове из слова, дать возможность слову посмотреть в нас, нам посмотреть в слово. Ну и в равномерии это уже стало какой-то традицией у нас. Пастор Юрий небольшой такой. Я бы не назвал это политинформацией, но мы не можем отделить себя от общества. Мы можем, но это не то, к чему мы призваны. Христос в своей так называемой первосвященнической молитве говорит, я не прошу тебя, чтобы ты взял их от мира. Я прошу, чтобы ты сохранил их. И вот так как мы в мире, мы свет этому миру. Так как мы в мире, мы соль этой земли. И мы не можем оторвать себя от тех процессов, которые окружают нас. И когда страна, в которой мы живем, переживает какой-то хороший всплеск, мы радуемся, когда она начинает подобно маятнику уходить от стандартов Божьей морали, благочестия, праведности, мы начинаем скорбеть. И, кстати, мы не одни. Будем читать книгу пророка Иеремии, мы найдем его в таком же состоянии. Он восторгается, когда есть причины восторгаться, и он плачет, и сокрушается, когда есть причины это делать. Поэтому, наверное, уместно воспользоваться возможностью и поощрить вас к тому, чтобы мы не отрывались. Мы не просто, чтобы создать какой-то свой укромный мирок, славянский или американский, или еще какой-то этнической прослойки, мыслить для того, чтобы изменить мир к лучшему. Потому что мы делаем это не своей силой, мы делаем это не своим интеллектом, мы делаем это силой Духа Святого в нас пребывающего. Я усилию эту мысль. Нам дано право, дано Богом право, Писанием Его, Святым Его Словом, нам дано право видеть, мыслить намного дальше, глубже, чем это могут сегодня делать и делают окружающий мир, не опуская которого, но тем не менее, много богоотступников, к сожалению и к стыду, даже в этой Богом благословенной стране, бэкслайдерс, очень много, очень много. Я был буквально в смысле этого слова, я был неприятно удивлен, когда я узнал, что, например, если мы уж так в тему входим, когда я узнал о том, что нашего президента, подавляющая часть так называемого христианства, она так его клеймит, на чем стоит он, клеймит, и не стесняясь в выражениях, я когда услышал из уст по телевидению одного пастыря, так называемого пастыря, и думаю, как низко ты упал, как глубоко ты упал. Соломон говорит, даже в спальне своей не злословь царя, это не разговор о птичке, которая может перенести, это разговор о Боге, который видит все движения мыслей. Мы призваны молиться за людей, находящихся во власти, независимо от их политической ориентации. Мы, наверное, даем себя отчет в том, что даже вот в этой аудитории есть люди, которые именуют себя поборниками нынешней администрации, и, может быть, это их подстегивает молиться, но даже его предшественник это не снимало ни с кого абсолютно ответственности за то, чтобы молиться за него. Соглашаемся мы с его идеологией или не соглашаемся? Аплодируем мы его поступком или не аплодируем? Если мы читаем Священное Писание апостола Павла, посланник Тимофея, он говорит, прежде всего прошу совершать молитвы за всех человеков. Прежде всего прошу совершать молитвы за всех человеков. Не надо дальше идти. Трамп, вице-президент, сенаторы — это человеки. Прежде всего прошу совершать молитвы за всех человеков. Несомненно. Любящих, нелюбящих, с которыми соглашаемся, не соглашаемся, с которых понимаем, не понимаем. Потом говорит, начальников, царей, правителей — это наша ответственность. Это наша... Зачем нам потом серчать на то, что законы неправильные или моральные не соответствуют тем стандартам или еще что-то не соответствует каким-то стандартам, если мы сбросили с себя ответственность, сводящиеся к тому, чтобы в первую очередь молиться. И каждый может это делать и должен это делать. И мы должны плюс к этому понимать, что противостояние, которое мы сейчас видим, любые благие намерения, начинания, даже свершившиеся, свершившиеся плюсы, вот позитив, которые мы видим в ряде областей, да, на протяжении уходящего года, любые, они перечеркиваются, они игнорируются, то есть, то есть, даже, даже, мы видим, что вот, если мы говорим относительно вот целого ряда хороших, положительных, свершений, достижений. Достижений. Плюс к этому, плюс к этому, мы как христиане, как ты верно подметил, мы призваны к тому, чтобы молиться, благословлять. Благословлять. Мы в преддверии выборов, 16-го года, пастор Юрий, провели ряд эфиров с тобой, да? Да. И я думаю, я не преувеличиваю, когда скажу, что кандидатура Дональда Трампа, она, таких, как мы с тобой, поставила достаточно неловкое, затруднительное положение. Потому что, его семейный статус, или его повторные браки, его выражения, которые были зафиксированы, и преданные огласки, людей, мы их называем social conservatives, да? Они действительно поставили их в неловкое положение. Как поступить, вот в данном случае, когда выбор сводится именно к этому человеку? И при всех негативах, которые сыпались в адрес нынешнего главы государства, американского. Мы неоднократно уделяли этому вниманию на наших эфирах в преддверии выборов, что он пообещал, что в Верховном суде была вакансия, и в ряд других судов он проведет людей моральных, максимально эрудированных, которые придут не для того, чтобы законодательным путем что-то изменять, но для того, чтобы судить на основании уже прописанных законов. Да, интерпретировать Конституцию. Заканчивая 2017 год, мы можем сказать вот что. В отношении того, что он обещал, он исполнил. он превзошел ожидания. Поэтому, если люди были движимы, я, кстати, этому посвятил целую программу на радио, если люди были движимы в прошлом году на избирательные участки, только потому, что они увидели в нем хоть какие-то лучи надежды в плане номинации в Верховный суд и в ряд ниже стоящих судов, то он их не разочаровал. Наоборот, смотря на уходящий 2017 год, мы видим человека высочайшей квалификации, который занял место в Верховном суде. И про про лайф, кстати, кандидат. Абсолютно. То есть, и еще один факт, который остался незамеченным или проигнорированным средством массовой информации. За 200, более, за историю в 240 лет нынешний глава государства, президент, 45-й президент, побил рекорды по количеству назначенных им судей в ниже стоящие суды. Обычно мы связываем номинацию и утверждение сенатом на самый высокий суд, что в самом деле важно, очень важно. Но Трамп назначил 12 за год, то есть это с частотой 1 в месяц, в ниже стоящие суды, которые тоже очень важны. И вот люди должны понимать, я воспользуюсь этим окном, чтобы сказать о том, что далеко не все иски поступают в Верховный суд. Может быть, неправильно будет сказать, что Верховный суд очень капризный, но, наверное, капризный. Из всего, скажем, количества исков, которые поступают Верховный суд, он далеко не все принимает к рассмотрению. Он делегирует многие ниже стоящие. Чаще, чем реже, он возвращает в те суды, через которые уже прошли эти иски. Или апелляционные. И таким образом, по сути, он утверждает решение ниже стоящего суда. Так вот, когда мы говорим о Верховном суде, это важно, но мы не можем также игнорировать рядом ниже стоящих федеральных судов, апелляционных судов, как ты сказал. За всю историю Америки нам 241 год. Мне кажется, Кеннеди, президент Кеннеди, 35-й президент, и президент Никсон назначили в первый год своего президентства по 11 судей. Это был рекорд. Они были на равные, да? Трамп побил. 12. 12 за 2017 год в первый год своего, в первый год своего президентства. Ну, рекорды для того, чтобы их победить. Кто-то может перепрыгнуть его, но на данный момент это серьезнейший, серьезнейший показатель. Давай согласимся, пастор Юрий, что есть большая демография в нашей стране, которым не так важно состояние экономики, которым не так важно состояние, насколько мы вооружены, защищены и так далее и тому подобное. Для них мораль это во главе всего. Если... Писание говорит... Кстати, это не безосновательно. Писание говорит, если разрушены основания, что сделают? То есть, если основание морали поколебалось, трещина где-то в нашем фундаменте, нам есть о чем переживать. Потому что сегодня она маленькая, завтра она большая. Даже вот через призбу нашей бытности здесь. Кто-то больше, кто-то меньше. Наша семья больше 26 лет здесь. Мы должны согласиться, что это не та страна, в которую мы приехали. Совершенно. Что такое 20, 25, 30 лет в историческом аспекте? Да буквально ничего. Мы говорим, за 2017 год он пролетел. И последние 10 пролетели, и последние 20 пролетели. В историческом плане 20, 25, 30 лет это немного. Но надо сказать, что маятник, да, очень серьезно ушел в сторону. Те вещи, которые были неприемлемы 20, 25, 30 лет тому назад, они стали нормой общества. И даже люди смотрят на тебя свысока. Ты что? Давай, успевай. Слуны. Да, слуны свалился. Успевай со всеми. Мир меняется радикальнейшим образом. И все интересно, прошу прощения, пастор Сергей, что туда же, туда же большая часть, я не скажу большая, но немалая часть, если не подавляющая часть к стыду нашему христианства, туда же. Сейчас они называются прогрессив. Прогрессив. То есть, прогрессивные христиане. Это те, которые преследуют, те, которые критикуют, те, которые насмехаются и страшно, я не побоюсь этого слова применить, ненавидят евангельских христиан. Уму непостижимо. Как это может быть? Не любят, ненавидят нас, евангельских христиан. Это опять вот к тому, о чем мы только что говорили, 25-30, 35 лет тому назад это было немыслимо. 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 Вот такой критики, такого антагонизма, ведь же тех же самых 20-25 лет тому назад Америка переживала немаленькие кризисы в лице ведущих телепроповедников. Но вот такой критики, такого, я бы даже не побоялся использовать слово гнобизм, просто вот насмешливое, насмешливое отношение такого не было. И это оставляет ряд людей, включая меня, неравнодушными. То есть мне не безразлично в каком обществе, при каких правилах будут жить мои дети, как они будут формироваться, каким будет быт, какими будут обычаи, какими будут нормы. И президенты уходят, приходят и уходят, но вот назначенные судьи, они переживают президентство. Мы сегодня смотрим на расклад Верховного суда, и есть люди, которые были назначены еще президентом Рейгана. Президента Рейгана уже больше 10 лет нет. Он после своего президента еще прожил 15, если не больше лет. Но люди, которые им назначены, еще находятся в Верховном суде. Поэтому для консервативных или моральных консерваторов, social conservatives, это действительно большое достижение. Это не с тем, чтобы сказать, что наше упование на человека. Да нет, проклят, кто надеется на человека. Библия говорит, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Но если в вашей мотивации на избирательном участке в 2016 году был расклад Верховного суда и вообще состояние, какие люди сегодня занимают эти престижные позиции, то вам есть причина выровнять свои плечи и сказать, что вас не подвели, вас не обманули. Слово было сдержано, слово было сказано, обещание было сделано и обещание было исполнено. Ты никогда не пробовал взять на себя смелость. Я в прямом эфире обращусь к ряду пастырей с тем, чтобы в рамках своих церквей вычислять тех, которые голосуют за демократов. Ну и Писание не говорит об этом, но там оно где-то есть, ряд мест в Писании, чтобы брать их на замечание или исключать. Я, наверное, не пойду на такой радикальный шаг по той простой причине, что уже, коль мы заговорили об этом, да, мы все-таки в преддверии Рождества, но вот последние вещи, пастор Юрий, они показывают уму непостижимые сценарии коррумпированного правительства. Нам неприятно об этом говорить, но коррупция действительно имеет место. Как среди сторонников одной партии, так и среди сторонников другой. Моральные обвинения, сексуальные какие-то посягательства, они замешаны как одна сторона, так и другая сторона. Всякий человек лжи стоит после его имени буква Р или стоит после его имени буква Д. Это не, ну, на сегодня это продемонстрировано. Я думаю, будет опрометчиво говорить, что республиканцы это моральные люди, среди них очень много. И среди демократов есть очень много честных, моральных, богобоязненных людей. Мы можем идеологически с чем-то не соглашаться. Это нормально, это то, что делает общество красивым в своем плане. Но есть абсолюты. Вот это можно привести такой пример даже из церковной жизни посмотреть на протестантскую церковь. Она же разношерстное засильное слово, но она разносторонняя. Разнообразная. Она очень разнообразная. Действия, проявления очень разнообразны. Некоторые взгляды на стихи священных писаний, тексты священных писаний, мы разнимся. Я не вижу, что в этом, я не усматриваю в этом чего-то плохого. Но есть доктринальные вещи. Есть незыблемые вещи. Я когда-то слушал одну аналогию, я думаю, это будет как раз уместно. Может, мы даже в рамках одной из программ говорили, было три вида манны. Была манна на каждый день, была манна, которую народ собирал в пятницу, и была манна, которая во святилище лежала не годами, десятками и столетиями. И в этом вот есть прообраз, есть доктринальные вещи. Мы стоим на пороге Рождества, светлого праздника, светлого Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Мы доктринально соединены об этом. О чем мы говорим? мы говорим о том, что Христос пришел воплоти, Бог стал человеком. Почему это важно? Я недавно слышал одного проповедника, не буду говорить имени, и он говорит, мне абсолютно все равно, когда Христос родился, Мария была девственницей или Мария не была девственницей. Для меня это не играет разницы. Очень плохая теология, очень плохая теология, потому что Он пришел в этот мир, Бог стал человеком. И если бы Мария не была девственницей на момент, когда она приняла семя нетленного Бога, тогда весь вопрос нашего с тобой искупления, он был бы предан серьезному сомнению. В этом аспекте мы должны быть едины. Бог стал человеком, чтобы искупить падшего человека и дать ему право называться Сыном Божием. Ты держи эту мысль. Не менее важен второй аспект этого вопроса, что тем именно самым, что Христос воплотился через Деву Марию, а не другим образом было прервано вот эта родословная или, как мы говорим, нить, которая тянулась от нашего правоцца, прародителя Адама. И она из столетия, из поколения в поколение она двигалась таким, в кавычках, ну как монстром она двигалась, греховная плоть, она двигалась, двигалась. И вот Христос, он, все, что он сделал, что является сверхъестественным. В этом-то и таинство, он оборвал эту вот эту греховную, эту смертельную вот эту нить, которая тянулась родословную. И Павел говорит об этом беспрекословно. Он говорит, у меня нету сомнений в этом отношении. Беспрекословно, великое благочестие, тайна. Даже не пытается разложить это по полочкам, интеллектуально подойти. Он говорит, я выбрасываю белый флаг, я поднимаю руки, все, что я могу сказать, я сдаюсь, все, что я могу сказать, что в этом тайна, великое благочестие, тайна. И что он говорит дальше? Бог явился во плоти. Вот в этом сила. Он пришел, чтобы умереть. Смысл Рождества. Он пришел, чтобы умереть. Сергей звучит очень банально. И, кстати, подавляющее большинство людей, им тяжело понять простоту Евангелия. Бог пришел, чтобы умереть. А почему это важно? Потому что, когда мы являемся, когда мы с тобой явились в этот мир, для жизни, у нас не было выбора. Положено человеком однажды умереть. Когда он явился, у него был выбор. Он мог не умирать. Он говорит, никто меня не обязывает это сделать. Я делал. Но, имея выбор не умереть, он сделал выбор умереть. Чтобы мы сегодня имели выбор. Дело в том, что, когда мы рождаемся, родители, наши родители, они же благословляют, церква благословляют, служение благословляют, когда в церковных мы говорим масштаб. На жизнь, на жизнь, на жизнь, на жизнь благословляют. И Мария, она знала, что где-то, наверное, подсознательно, когда было сказано, напомни мне это место, что тебе самой оружие пройдет сердце. То есть она подсознательно понимала, что она родила сына Божьего для того, чтобы он умер. И для матери, для матери знать это, это уже. И, как мы говорим с тобой, рожден младенцем, чтобы умереть агнцем. Вот это вот смысл, как мы говорим, вот это смысл прихода нашего Господа Иисуса Христа. Дает нам возможность немножечко сделать шаг обратно, да, то есть, скажем, как и общество, мы проводим параллель. Общество может быть идеологически расслоенное, у нас могут быть свои взгляды, по ряду вопросов. Но есть у христиан фундаментальный подход, если хотим, к морали. Фундаментальный подход, что есть белое, что есть черное. И ряд других вопросов. С молоком матери? И вот в этом плане мы не имеем права, поэтому неприятно, я к тому, что ты говоришь, видеть какого-то человека, использующего средства массовой информации, литевидения, чтобы поносить людей, стоящих во власти. Это не то, к чему мы призваны. Мы можем не соглашаться. И если мы не соглашаемся с каким-то паласей, из-за того, что мы живем в свободной стране, да, мы можем озвучить свое несогласие, но сделай это с позиции аргумента, с балансированного аргумента. Просто кричать, критиковать, насмешливое отношение выражать, это не делает обычным гражданам никакой чести, уже не говоря о людях, для которых конкретно прописано в странице Священного Писания, что это наша обязанность молиться за царей, за начальников, за людей, на плечи которых возложена огромнейшая, огромнейшая ответственность. А наша ответственность молиться за них. «И слово стало плотью, знаменитое место, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Вот об этом слове воплотившемся мы сегодня и говорим. Я вот в преддверии, даже в последнее воскресное служение говорил немножко об этом, потому что, когда Рождество приближается, очень предаешься вот этим рассуждениям, да? Вот как-то, да. И обнаружил для себя такую вещь. Только два из четырех евангелистов говорят о Рождестве. Да, это правда. Само детально говорит об этом евангелист Лука. Матфей начинает с родословной, вот, кстати, ты процитировал ее, да? Первая глава Матфея, вообще одни имена до Христа. Когда мы начинаем читать послания апостолов, скорректируй меня, если я не прав, но вопрос Рождества, наверное, вообще не адресуется ни в одном послании. Не могу вспомнить. Может быть, в первой главе послания к римлянам апостол Павел немножечко делает на эту ссылку, буквально в предложении, в одном стихе. Но что интересно, все четыре евангелиста говорят о смерти Христа. говорят очень детально о смерти Христа. Некоторые говорят очень-очень-очень детально о смерти Христа, начиная с его распятия, об этом шестичасовом периоде, который он провел на кресте, о словах, которые он сказал, об обращениях, которые он сделал, и о том, как он умер, и что произошло, когда он умер. Два из четырех, только два из четырех говорят о Рождестве, четыре из четырех говорят о смерти. Коль мы заговорили об апостолах, о посланиях, по сути, ни один не обходит вниманием смерть Христа. Иуда говорит об этом, Иоанн говорит об этом, Петр говорит об этом, Павел говорит о своих посланиях. Послание к евреям, по сути, кровь, пролитая кровь, смерть, светлое воскресение из мертвого Господа нашего Иисуса Христа. Он родился, чтобы умереть. Его рождение очень значимо, важно. Я скажу такую фразу, может она прозвучить немножечко контроверсионно, но она правдивая. В Его рождении оно важно, я ни в коем случае не умоляю Его рождение, но в Его рождении нет силы. Он родился, чтобы умереть. В смерти есть сила. Павел говорит об этом, Он умер за наши грехи. Если бы Он не умер, родился, но не умер, да, мы бы не имели прощения грехов. Если бы Он родился, не умер и не воскрес, мы бы не стояли, не имели возможности стоять перед Богом в праведности, нет не своей, но в праведности Господа нашего Иисуса Христа. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, чтобы ни в коем случае не умолить значимость Его рождения, да, это радостный праздник светлого Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Но Он провоцирует нас или должен провоцировать нас взять наше рассуждение к тому, чтобы еще раз мы делаем это в разные церкви по-разному, кто-то с частотой раз в месяц, кто-то с частотой раз в два месяца, кто-то, быть может, еще реже, кто-то, быть может, чаще. Всякий раз, когда вы едите этот хлеб, говорит апостол Павел, в первом послании Кринфяна. Всякий раз, когда вы едите хлеб, всякий раз, когда вы пьете эту чашу. Смерть. Не рождение? Да, смерть. Вы возвещаете смерть Господа нашего Иисуса Христа, потому что там была, есть и никогда не перестанет быть огромнейшая сила. Неинтересно ли, пастор Юрий, даже на небесах, вот нам приоткрывается занавес того, что происходит на небесах через книгу Откровения. Агнецу, сидящему на престоле. И из того, что мы видим, воспеваются песни, превозносится Агнец, возвышается пролитая кровь, совершенная им жертва на Голгофской горе. Опять, пожалуйста, не услышьте, я буду возвращаться к этому неоднократно. Не услышьте то, что я не говорю. Рождение его значимо. И очень логично, если бы не было рождения, не было бы и смерти. Но в смерти есть огромнейшая, огромнейшая сила. Вот почему мир в своей мудрости не может познать. Не может познать. Потому что, когда мы говорим, а что особенного в христианстве? Что особенного во Христе? Он умер, он родился, он пришел, чтобы умереть. А что в этом особенно? А в этом сила. Потому что он не обязан был умирать. Он сделал это добровольно. Он агнец закланный еще прежде бытия этого мира. Он сделал то, что он сделал добровольно за каждого из нас. И по сегодняшний день в его смерти есть огромнейшая сила и в его воскресении. Для меня этот год, пастор, я уже неоднократно говорила, будь может, кто-то слышал меня говорящим это. Вот этот год, уходящий 2017, был в каком-то плане революционным, потому что именно сила смерти Христа открылась для меня по-новому, по-особенному. И один стих, я когда читал во втором послании Коринфина, он говорит в четвертой главе, если не ошибаюсь, мы всегда носим в себе, русская Библия использует слово мертвость, один из английских переводов использует слово death, мы всегда носим в себе смерть, то есть опять, апостол Павел, это как раз вот вдобавок к тому, что апостолы в подавляющем большинстве в своих посланиях уделяют внимание, смерти, 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 мы носим смерть Господа нашего Иисуса Христа запятая, дабы и жизнь Иисусова открылась в нашем смертном теле. Другими словами, нереально рассчитывать, что жизнь Иисуса вполне манифестирует, проявит себя через нас до тех пор, пока я, ты и все мы вместе не придем к четкому осознанию, что произошло на Голгофской грею. Я молюсь, чтобы в эти праздничные дни Рождества, когда мы собираемся за праздничным столом в кругу семьи, друзей, знакомых, будет ряд церковных богослужений, будет воспеваться его приход в этот мир, чтобы нам по-новому, нам по-новому был представлен образ Христа пришедшего, чтобы умереть. Павел возмущается в одном послании, говорит, Галаты, Галаты, кто прельстил вас? Вас, пред глазами которых был Христос предначертан, нерожденный. Опять, я хочу перепросить себя, Я тебе помогу в этом. Я не хочу умолить, ни в коем случае. Я за Рождество. А знаешь, почему? Почему это очень... Крамолу в этом нет совершенно. Даже с того момента, когда я начал говорить об этом и на протяжении десяти минут мы уже говорим, я не услышал крамолы. В этом случае, знаешь, как я эту мысль подхвачу? Тем, что дьявол очень бы хотел и старается изо всех сил на протяжении уже двух тысяч лет с лишним, с небольшим, с хвостиком, как мы говорим, для того, чтобы оставить Иисуса Христа младенцем и бомбардирует умы взрослых людей, взрослых по возрасту, по времени, бомбардирует тем, что Рождество Иисуса Христа это улюлю, аляля, это младенец в яслях. Для этого есть в этом и правильный смысл, который мы прекрасно понимаем, то есть я это обобщаю, но для этого он не брезгует никакими методами. Перефокусировать, переакцентировать внимание этого праздника на что? На скидки, на все остальное, на... Очень коммерционное Рождество, да? Очень, 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 очень. Так вот, в этом случае я говорю, в этом году я еще не говорил, но в прошлом помню, я говорил, что Христос не остался. Помните, друзья, дорогие, зрители, слушатели, братья и сестры, христиане, не его церковленные возможности, помните, он же не остался младенцем. Абсолютно. Он возрос, возрос. И смысл Рождества, смотри, смысл Рождества, один из глубоких смыслов, что за младенцем идет следующий возраст, есть же периоды... подростковая пора. Потом идет, да, идет младенчество, идет подростковая, потом идет юношеская, потом человек взрослеет. Я написал вам отцы, потом апостолы. То есть, это правильно и нормально, когда младенец не остается вязком. Я просто не хочу сбить людей вот с этих рождественских аккордов, да, приподнятого настроения. Сейчас, наверное, и такая очень клопотливая пора в каждом доме, подготовка. И все это у нас уже последний месяц не умолкает рождественская музыка, и мне это очень-очень сильно. Но вот еще, если я могу раз возвратиться, он говорит, галаты для вас, вы, пред глазами которых был предначертан Христос, как бы нерожденный, неясенный, но как бы распитый. И в этом-то мудрость Божия, потому что сокрытая от веков и родов. Если бы этот мир знал, что в смерти, они бы никогда не распили Господа Слава. Они бы никогда не пошли на этот шаг. Но нам это открыто Духом Святым. Поэтому ни в коем случае не сбить вас с праздничных рождественских аккордов, но по-свежему в своем сердце, я надеюсь, в ваших сердцах освежить смысл. Я раньше никогда не понимал, пастор Юрий, по приезду в Америку, что общего? Преломление хлеба и рождественское собрание. Для меня это казалось таким дисбалансом. То есть есть динамика Рождества и есть динамика преломления хлеба. Или пасхального служения. Как бы сейчас я начинаю понимать, может быть, это не какой-то особенный американский вариант. Это полнота откровения о том, что глубокая взаимосвязь между рожденным и распитым. И дай нам Бог, вот на что я хочу сделать акцент, дай нам Бог оценить его приход в этот мир и по-свежему пропитаться откровением о силе его смерти. Потому что он пришел не просто для того, чтобы прийти. Ирод возмутился и в погоне мести лишил определенное количество младенцев в жизни. и он явился не для того, чтобы Иерусалим пришел в движение и все как бы были ну просто потерялись. А что в самом деле имело место? Он пришел, говорит Иоанн, чтобы разрушить дела дьявола. И он сделал это на Голгофском кресте своей тяжелейшей, мучительнейшей смертью. Это не была легкая смерть. Но он ее выбрал добровольно. И он победил дьявола своей смертью, своим Светлым Воскресением. Потрясающе, потрясающе. Я вот слушаю тебя, вспоминаю, вспоминаю, как ты говоришь, не умаляя вот рождественских событий и этого сезона. Одно из племен в большое племя это Винея. там на островах. Так они исчисляют свои года не тем, сколько они прожили, а приветствуя друг друга, они говорят «how many Christmases do you have?» Для них отправной точкой для всего остального, для всего, для жизни в Боге, для возрастания в Боге, отправной точкой является сколько рождеств у тебя. И беден отвечает, потому что он пришел к Богу 10 лет назад, он говорит «I have ten». Совершенно другой взгляд на жизнь, перспектива совершена. Я могу дать тебе на английском, но могу дать почитать. И когда миссионеры приехали и принесли им весь спасение об Иисусе, то есть вот эти гвинейцы с новой гвиней, они приняли это как настолько для них основополагающее, которое ведет сначала и ведет дальше. Поэтому это потрясающе. Я задам вопрос. «How many Christmases do you have?» Потому что мы исчисляем наши дни, исчисляем от дня. Вау! Да. Но говоря, знаете, друзья, говоря об этих великих праздниках, говоря о великих праздниках, наши желания, и это желание, знаете, оно материализуется в наших словах. То есть акцент нашей беседы, морально нашей беседы в том, чтобы не был заслонен образ самый, наверное, я это, во-первых, себе говорю, я, во-первых, себе это говорю, чтобы никто, и ничто не заслонилось вот этот святой, этот святой образ Сына Божия, святой, безгрешный образ, чтобы никакая не суета, а и очень много, очень, мы это неоднократно акцентируем, и говорим об этом. Возвращаясь к посланиям, по сути, все авторы Нового Завета прямо или косвенно, но на это делается акцент, и они ревнуют о том, Деяния апостолов, почему эта крохотная группа людей вдруг стала свидетелями и в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самаре, и даже до края земли, потому что они проповедовали Христа, они говорили о Его смерти, они говорили о воскресении из мертвых Иисуса, это был их акцент проповеди. Опять, не с тем, чтобы умолить Рождество и чтобы как бы, ну, праздничную эту пору смазать, ни в коем случае, Он родился, это светлый праздник, светлого Рождества Господа нашего Иисуса Христа, но пусть в наших, я присоединяюсь к Твоим словам, пусть в наших сердцах всегда будет образ умершего за нас и воскресшего для нашего оправдания. И мне кажется, пастор Юрий, если в наших церквях, в наших семьях, в наших домах по-новому вот будет, я даже использую такое слово, перевоплощено откровение, о смысле его прихода на эту землю, мне кажется, мы высвободим просто огромнейший, огромнейший потенциал, потому что хотим мы этого или не хотим, но все возвращается к нему, к нему умершему и к нему воскресшему. Поэтому с Рождеством, кстати, тоже, наверное, говоря о состоянии в нашей стране, как-то вот эти все ветры политической корректности, счастливых праздников, хэппи холлэдэйс, как-то было, ты поздравлял человека с счастливого Рождества и думал, а какая сейчас будет реакция? это 10 лет было так, почти 10 лет. это оно все понятно. Не столько смысл в словах, сколько смысл в сердце, если в самом деле это праздник. Но коль мы проводили уже параллели между Америкой 25-летней, 30-летней давностью, многие вещи изменились как раз в нехорошую сторону. И сейчас мы видим какое-то возвращение. Я не обязательно делаю кредит одному человеку в лице президента ни в коем случае. Дай Бог, чтобы вот эта 300-миллионная нация, нас больше, чем 300 миллионов, 320, пусть в самом деле это будет сердечное обращение к Богу, открытость перед Ним, покаяние в своих погрешностях, проступках, ошибках, чтобы действительно мы были открыты для Него. Дело в том, что в прошлом году и на протяжении последних восьми лет с тех пор, как предыдущий президент возглавил страну, мы как non-for-profit, то есть мы как неприбыльная организация, согласно уставу АРС, мы не имели права, то, о чем мы говорим, мы не имели права говорить об этом. И нас предупреждали. То есть, это за эфирное время, да? Это за эфирное время, что мы заберем у вас статус бесприбыльной организации, если вы позволите малейшее отклонение от того, что у вас написано. написаны определенные директивы, да? В этом году, в этом году, и это не только нам, кстати, в этом году, после того, как Трамп, он директиву издал, кстати. Кстати, он говорил об этом очень громко, я стану президентом, и будем говорить... Но была директива уже дана на АРС. Не имеете права. То есть, это я лично читал. Могу дать тебе это уверенность. Даже вот по светским каналам это известно. когда смотришь какие-то... Обычно я какие-то новости, если просматриваю, просматриваю, когда я иду в джим, но люди не стесняются сейчас. И это заметно, кстати. С тем же самым ушедшим уже 16-м, 15-м, раньше все выглядело более политкорректно. Сейчас даже ведущие новостей не прямо говорят Merry Christmas. Понятно, это приятно для нас, да, быть может, кого-то это напрягает, если у людей, но это наша культура, это наше наследие, это то, в чем мы, в чем эта страна была. И я не обязательно усматриваю в этих словах такой радикальный поворот к Богу, сердечный поворот, но даже вот эти мелочи все равно они приятны. Ну, потому что вот ушедшее или прошедшее вот эти, как мы говорим, избрание нового президента и тот электорат, который участвовал в этом, красноречиво говорит о том, что 30 миллионов евангельских христиан, они дали свой голос. Мы говорим 30 миллионов. И когда идет сильное противостояние и против, как ты говорил, вышеупомян, номинация верховный суд, нижестоящие суды, во всех остальных аспектах, даже то противостояние идет, которое мы видим против администрации, по большому счету, это противостояние против евангельских церквей, против евангельских христиан. Пастор Сергей, я последний год это, я принял это как от Господа, в размышлении. И я неоднократно говорил, я где служу в церквах, более имею возможность, так сказать, углубиться в смысл этого слова, о том, что мы не христиане. Я перестал называть себя христианином. Даже вот мы переехали в другое место несколько лет назад, и когда я знакомился с соседями, я сразу позиционировал себя, что я евангельский христианин. И если бы ты видел, как вытягиваются в них лица, то есть реакция совершенно другая. Совершенно. Когда ты говоришь, что христианин, он тебя ударит по плечу, все very nice, very good. Как только ты добавляешь это магическое слово evangelical christian меняется сразу. Родители говорят, они evangelical christian. Oh really? Oh really? То есть я принял это как от господа. Мы евангельские христианины. И в разрезе нашей темы относительно общества, в котором мы живем, мы не христиане. Потому что смазано, размыто такое хорошее благословенное слово, в Антиохе они начали называться христианами, это хорошо, это же последователи Иисуса Христа. Но когда смотришь на общую панораму, что такое христианство, и не только, и не только, не только в Америке, мы видим, что это далеко не то, что имело место. Поэтому мужи Божьи в Америке, не знаю, сколько лет назад, но где-то с 50-х годов они внедрили вот эту добавку, евангельские христиане, и это стала обобщенная группа людей, это не христиане, потому что христиан 100 миллионов, но евангельских христиан в Америке только 30 миллионов, а христиан это 100 миллионов. Вот это как раз будет, кстати, уместно добавить, что коль мы стоим на пороге праздника светлого праздника, светлого Рождества Господа нашего Иисуса Христа, и пусть никто из наших телезрителей не подумает, что здесь идет какой-то знамена кто-то поднимает за лидера, за президента или так далее. Я неоднократно говорил в этом уходящем году пастор Юрий следующий, и говорил даже в церкви, пожалуйста, уберите главу государства, уберите Дональда Трампа из уравнения. Дело не в нем. То, что сейчас имеет место в нашей стране, это не дело в личности президента. Страна проходит через муки перерождения. Нам, я не знаю, насколько оно будет, моя субъективная точка зрения, нам дано окно большая она будет по продолжительности, маленькая я не знаю. Но процессы, которые сейчас имеют место, это не потому, что 45-й президент Дональд Трамп, это потому, что страна, я повторю еще раз, проходит муки перерождения. И дай Бог, чтобы на этом витке мы сделали правильное решение, как общество. вот почему мы начинали нашу программу с того, что никто с нас не снял и не снимет ответственности за молиться за людей, которые у власти. Если я могу использовать такую терминологию, мы вот эти молитвенные акушеры, если хотите, которые помогут стране быть той, кем она должна быть. Потому что это его желание прославиться в каждой земле, это его желание явить свое могущество, это его желание, чтобы люди пришли к познанию истины. Поэтому этот важный исторический момент, я бы даже назвал его Кайрос, это не просто 17-й год в хронологическом исчислении, порог 18-го, нам дано окно, Кайрос-моммент, и вот этот маятник, он или уйдет в одном направлении, или он уйдет в совершенном другом. И кому-то Кайрос был дан, да, в книге Откровения, я дал ей время покаяться, но она не сделала этого, она упустила этот Кайрос. О Египте, мне кажется, написано через пророка Иеремию, он пропустил установленное время, есть такая запись на странице священного писания. И вот мой субъективный анализ всего происходящего, мы можем соглашаться с какими-то выражениями, заявлениями, с политикой, со взглядами, с идеологией, мы можем не соглашаться, и мы имеем на это право. Но дело не в личности, дело в том, что страна, я поторяю, дали не первый раз, дело во времени, и мы проходим вот этот муки перерождения, и дай нам Бог сделать правильный, правильный выбор. И вот голос церкви, я даже осмелюсь сказать, и христианской, и евангельских христиан, он очень значим, он очень значим. Поэтому прежде, чем критиковать или говорить что-то негативное, просто найдите лишних 5-7 минут, 10 минут, 15 минут помолиться, потому что люди, которые вхожи в эти коридоры власти, на плечах которых огромнейшая ответственность, они действительно нуждаются в божественном водительстве, в божественной мудрости, в страхе Господнем, чтобы он был их путеводной звездой. И почему Слово Божье поощряет нас молиться за начальников, молиться за наши города, потому что при благоденствии, кто хочет жить в страхе, что на улицах какая-то стрельба, или какие-то разборки, или какие-то мятежи, или какие-то... Никто же не хочет этого. Мы хотим подняться спокойно, мы хотим направиться в свое рабочее место спокойно, чтобы был благословен следующий год, мир, покой, чтобы был в наших домах. будешь поздравлять наших зрителей. Я дал ей время покаяться, то есть Бог подарил нам время, то есть это как дар, это как подарок, это как жизнь, подарок для человека, как слово, слово стало плотью, как подарок, время как подарок, вот Бог подарил нам уходящий, для кого-то уходящий 17-й это был годом потери, может быть даже безвозвратно, может близких потеряли, родных потеряли, но до тех пор, до каких в моей груди, в твоей груди, в вашей груди дыхание бьется, мы благодарны Богу, благодарны Богу, это дар, это не наше, это его, он дал время, вот он, что такое время, вот он дал время, возьми, и он забрал время, и там написано времени уже не будет, когда мы будем жить вне времени, то есть это будет вечность, поэтому Господь это как дар, прими это как дар, и благодари Господа за это, этим даром будет 18 год для нас, мирное небо, смотри, Америка без бун, без кровопролитий, без, без, без воин, насколько мы благословенны, насколько мы блаженны, если вы смотрите в Украине нас, мы желаем вас тоже обильных божьих, или в России вы смотрите, пусть Бог благословит, пусть, пусть, ваши житницы будут наполнены, пусть наступит благоденствие и мир в ваших чертах, в ваших странах во имя Иисуса Христа, мы желаем вам мира благословенного от Бога, небесного, божественного мира, спасибо, что вы были с нами сегодня, пастор Сергей, еще раз спасибо, спасибо большое за приглашение, мы будем встречаться, да благословит Бог, помните, Иисус Христос любит вас, я всегда об этом говорю, мы также любим вас, оставайтесь с нами на импакте, всего хорошего. Хорошо, ну, да. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok